Что делать, если в доме произошел пожар? Можно ли гулять по ледяной поверхности водоема? Куда звонить, если стал очевидцем чрезвычайного происшествия? Зареченские спасатели пригласили в гости юных зареченцев, чтобы познакомить их с работой Управления гражданской защиты. Больше это направлено все-таки на то, чтобы проверить знания детей. И в случае, если какие-то пробелы в них есть, мы всегда можем их восполнить, они могут напрямую задать вопрос. Мы показываем им работу нашего управления, рассказываем, как себя правильно вести, что нужно делать и куда звонить, если вдруг случилась экстренная ситуация. День открытых дверей в Управлении гражданской защиты организовали накануне Всероссийского дня спасателя. Он отмечается в нашей стране 27 декабря. Ребята смогли увидеть, как работает единая дежурно-диспетчерская служба города. Специалисты учреждения показали первоклассникам гимназии номер 216 дедакт образцы спасательного оборудования. Подробно рассказали о каждом предмете спецснаряжения. Что вот на этом столе расположено? Баллон. Баллон. Нет, какое оборудование? Пожарный. Пожарный. То есть, который использует пожарный. Да, пожарный. Спасатели оборудование используют так же. Когда дышать невозможно, когда нужно дополнительное оборудование в опасной среде, то есть одевается вот эта маска. Она нет. Пожарный. Пожарный. Пожарный померить? Да. Такие дни открытых дверей для школьников в Управлении гражданской защиты Заречного проводятся постоянно. Для юных зареченцев это и знакомство со сложной и интересной профессией спасателя, и обучение правильному поведению в случае чрезвычайного происшествия. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова